Цены на нефть снижаются второй день подряд. Усиливается пессимизм по поводу восстановления спроса на топливо, рубль повышается против доллара. Об этом и многом другом в нашем выпуске новостей на канале Инстатв. В пятницу цены на нефть падают второй день подряд на фоне внезапного роста запасов США. Цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,37%, до 39,91 доллара за баррель. Октябрьские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,27%, до 37,20 доллара за баррель. Пандемия коронавируса по-прежнему оказывает давление на спрос на топливо. Пессимизм в отношении его восстановления усилился после того, как в четверг Министерство энергетики США объявило о росте коммерческих запасов нефти в стране. За неделю с 4 сентября они выросли на 2 млн баррелей или 0,4% до 500,4 млн баррелей. Аналитики полагают, что рост запасов объясняется тем, что американские нефтеперерабатывающие заводы еще не полностью восстановили производство из-за штормов в Мексиканском заливе и в других регионах. Таким образом, добыча сырой нефти в США восстанавливается после урагана Лаура. Нефтеперерабатывающие заводы еще больше снизили производительность за последнюю неделю. Средневзвешенный курс доллара к рублю расчетами завтра на единой торговой сессии Московской биржи на 11 часов 30 минут по Москве пятницы снизился на 63,78 копейки, составив 74,89 рубля. В четверг средневзвешенный курс доллара составлял 75,53 рубля. Таким образом, валютная пара доллар США к российскому рублю продолжает развитие нисходящей волны после дивергенции. Очередное обострение напряженности в отношениях между Вашингтоном и Пекином, а также тревоги по поводу вялого спроса и продолжающегося роста числа заражений коронавирусом способны негативно повлиять на настроения трейдеров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова